Музыка Музыка Очередным этапом Восстановление коробки передач Автоматически является мойка Моется Бензином, значит кисточкой Все тщательно обмывается И потом компрессором Выдувается Бензином Музыка Итак, мы начинаем к сбору коробки E4AD. И первым делом у нас ставится поршень реверс клатч. Вот мы его поставили. И сейчас надо будет ставить распорную пружину. Распорная пружина. Начинаем установку. Вот так вот она ставится и шайба вот этой прижимается. Сейчас нам надо будет ее установить. Эту шайбу нам надо поставить, поверни ее. Так, чтобы вот эта дырочка смотрела на вот этот канал масляный. То есть нам надо правильно совместить на вот этот канал. Итак, с помощью вот такой нехитрой приспособа мы сдавливаем эту пружину и закручиваем вот эти вот болтики, которые держат ту шайбу, которая сдавливает пружину. И является как бы ее стопором. Так, теперь значит мы затягиваем эти пять болтов с моментом от 25 до 33 ньютон на метр. Итак, следующим этапом у нас ставится пакет реверс клатч. Реверс клатч вот он ставится вместе с фрикционами и обгонкой. Она не старуха. И так значит следующим этапом реверс клатч мы воткнули все пакеты, ой, все фрикционы. И теперь мы втыкаем, закрепляем кольцом, стопором. Стопор устанавливаем. Фиксируем пакет. Теперь мы устанавливаем задний вал. И вот он вышел. На него сверху устанавливается барабан с планетарочкой. Барабан поставили. Надо будет поставить стопор, закрепить барабан. Итак, стопор мы установили. Вот он стопор, наш стопор. Мы его поставили, он защелкнулся. И следующим этапом у нас ставится вот эта планетарка с вошером. Итак, устанавливаем. Устанавливаем планетарочку. Устанавливаем. Не забываем вошер класть на нее. И закрепляем ее стопором. Итак, мы поставили стопор планетарки. Сейчас будем устанавливать следующий пакет. Следующий пакет у нас идет форвард. Перед тем, как поставить этот пакет, нам нужно поставить вошер. на специальную смазку, которая будет его удерживать, чтобы он не упал. Специальная установочная смазка, которая растворяется потом в масле. Вот и все. Давай, устанавливаем. Эта смазка, когда растворяется в масле, никакого ряда не приносит. и не меняет функции просмесленной жидкости. Итак, мы поставили кастрюлю и устанавливаем планетарку. Вот планетарка встала на место. Следующий идет барабан форвард. Он точно вошел уже? Устанавливаем барабан форвард клатч. Форвард клатч установлен. Следующий у нас по схеме идет лента. Барабан директ. И дальше пакет на этот барабан директ интермедиейт. Так мы поставили барабаны директ и форвард. Но так как первый раз мы вставили, так у нас не получилось. Поэтому по схеме их надо составить по-другому. Их надо совмещать на месте. Два барабана директ и форвард. Плюс еще кастрюля. И все это вместе, всю огудину вставлять в коробку аккуратно. Значит, установка пакета барабана форвард и директ Невозможно без вот этого инструмента специального. То есть, по идее, надо все совмещать. И тогда можно будет это все поставить. Ставить все надо одновременно. По-другому никак. Так. Вот. Дальше, значит, мы это уже все поставили. Дальше у нас идет ремень барабана директ. Мы его уже установили. Он ставится легко. Закрепляем этот ремень вот этим вот серво-поршеем. И проверяем уже. Проверяем. Нажимаем. Угу. Есть все. Отлично. Дальше у нас идет фрикционы пакета Intermediate, которые надеваются на обгонную муфту. Устанавливаем пакет Intermediate. Значит, первая у нас идет вот эта пластина. Рисками вниз. Дальше уже управляем фрикционы. И дальше уже управляем фрикцион. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше у нас идет распорная пружина. И установка блока из двух поршней, поршня Intermediate и поршня Overdrive Clutch. Устанавливаем болты, которые крепят центральную пластину. Дальше мы ставим распорную пружину и сверху на него будет ставиться поршня. Поршня. Два поршня. Сейчас мы вставляем на место. На место мы вставляем... Два поршня Intermediate и Overdrive Clutch. На распорную пружину. Да садись ты уже, что ты не хочешь садиться. Все. Так, установив два поршня, которые совмещенные. Два поршня Overdrive и Intermediate. Чтобы поставить стопор, нам потребовался специальный пресс. Сейчас мы не прессом пользовались, а гидролическим подъемником. Нажали прямо и поставили... Вот этот стопор там. Стопор. Он крепит корпус, куда входят поршни Intermediate и Overdrive. Все, вот мы его вставили. Вот мы все и вставили. То есть, дальше у нас пойдет пакет Clutch Clutch и пакет Overdrive. Заключающий. А в заключение идет насос. Так, значит, после того, как мы установили стопор, надо закрепить корпус суппортов, значит, вот этих вот. Вот этим болтом, значит. Вот сюда вставляем болт и закручиваем. На 13. Значит, в момент затяжки этих болтов, значит, передний болт от 9 до 13 ньютон на метр. Два задних болта от 11 до 16 ньютон на метр.